Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии. Обратимся сейчас к 34 главе. 34 глава содержит главным образом драматическую историю, чрезвычайно поучительную для всех людей о том, как устроены наши отношения с Богом, как вообще устроена нравственная сторона жизни. Начинается эта глава с того, что когда Новохудоносор воюет против Иерусалима, Бог посылает Иеремию к царю Сидыки и говорит, вот я отдаю город сей в руки царя, и город непременно будет взят. Но ты сам, говорит Бог Сидыки, ты не умрешь от меча. Вот потому, что я так сказал. Ты будешь похоронен так же, как и твои предки. Ты не умрешь от меча. Ну вот, Иеремия пересказал эти слова царю Сидыки. А дальше разговор был вот какой. Царь Сидыки, по-видимому, под влиянием того пророчества, которое перед этим было ему дано Богом через Иеремию, царь Сидыки решил, что в Вавилоне не наступают ужасу, ужас, надо что-то делать. Что-то, условно говоря, религиозное. Ну, тоже вещь совершенно обычная, никого этим не удивишь. Трудные обстоятельства жизни часто подвигают людей к тому, чтобы как-то действовать в отношениях с Богом. На войне неверующих нет, как обычно говорят. Вот царь Сидыки на войне, его народ тоже. Вот они что-то пытаются сделать. И смотрите-ка, царь Сидыки заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме. Договор. Но называется это словом завет, потому что заключено в Доме Господнем, перед лицом Божьим. Это договор, который включает Бога и как гаранта, и как свидетеля, и, в общем, как участника. И завет предполагает, что люди, в сущности, возобновив договор, исполнят то, что они должны были исполнять по Синайскому закону. Ну, по крайней мере, потому, что второзаконие с четверть века к этому моменту рассматривает как Синайский закон. Дело в том, что по закону Божьему существует долговое рабство, когда человек там взял в долг, не мог отдать и так далее, должен отработать, и он может себя продать в рабство за деньги, за долги, по-разному. Ну, вот такое общество. Но это все нормально, естественно, для Ближнего Востока, но в Израиле существует закон. Бог им сказал, не больше шести лет на седьмой год отпускайте на свободу своих соплеменников, если они у вас в рабстве. Это закон Бога. Это закон Бога. Да, ты взял за долги в рабство своего единоплеменника, не больше шести лет на седьмой год, ты должен его отпустить на свободу. Знаете, думать о том, как устроены наши банковские кредиты, на этом фоне довольно печально, потому что, конечно, до нашим банком, до закона Божьего далеко-далеко. Ну, это, в конце концов, отдельный разговор. Царь Садыке со своим народом решил, что вот поскольку в Вавилоне не вот-вот уже ворвутся в город, надо немножко пособлюдать закон, побыть праведными. Говорят, что у нас еще неправедного? Ба! Долговое рабство. Ба! Мы, оказывается, уже сколько лет не совершали юбилея, мы не отпускали рабов на свободу, и поэтому царь Садыке собирает народ и договаривается, говорит, давайте вот такой мы с вами завет заключим всех, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреинку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И все так плохо, что они на это соглашаются, потому что еще день-два и уже ворвутся эти вавилоняне в город, и там, кто чей раб был и будет, уже будет не иметь значения. Да? Да, отпустили. Весь народ, которые вступили в завет, послушались и отпустили соплеменников своих, которых держали в рабстве. Потрясающий момент на самом деле. Ну и, в общем, с Новохудоносором тоже все стало легче, потому что, как мы видим в рассказе здесь, Новохудоносор-то куда-то отступил после этого. То есть, вот этот порыв, ну, даже отчасти не вполне искренний, но порыв садыки и народа исполнить правду законную, отпустить людей на свободу, он сработал. И как только он сработал, они пожалели. И раздумали, и стали брать назад рабов своих и рабынь. Рабов и рабынь. Стали брать назад. То есть, это их отпущение на свободу было, в общем, притворством попытки обмануть Бога. И, конечно, это вообще-то чудовищная трагедия. Попробуйте представить себе на месте кого-то, кто получил свободу от своего долгового рабства, а через несколько дней его снова схватили и снова в это рабство вернули. И вот тогда дальше мало не покажется, потому что дальше Господь говорит так. Вот я заключил завет с отцами вашими, и я им сказал в конце седьмого года, отпускайте каждый брат своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, и заключили передо мной завет в доме, над которым наречено имя мое. Все правильно сделали, говорит Бог. А потом вы раздумали и обесславили имя мое, оскорбили имя Бога. Вот это обратное движение, то, что раздумали и вернули рабов, это оскорбляет Бога, обесславили имя мое. Ни что-нибудь другое. И поэтому Господь говорит страшную вещь. Господь говорит, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему. Хорошо. Тогда, говорит Бог, я объявляю вам свободу. Подвергнуться мечу, моровой язве и голоду. Вот так вот. Симметрично. Либо вы даете свободу своим братьям. И тогда я не отрекаюсь от ответственности за вас. Тогда я не свободен от ответственности за вас, говорит Бог. Или вы этого не делаете? Тогда вы свободны. Вот тогда вы свободны. Хорошо. Тогда то, что вы выбрали. Я объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду. Вот эта свобода, которую объявляет Бог. Ну, по-нашему, по-русски, докатитесь вы тогда. Но катиться от лица Божьего можно только под меч в моровую язву и голоду. И отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим. Отдам их в руки врагов. Вот Бог-отмститель за неправду. Бог-отмститель за угнетенных, за этих рабов. Он с самого начала установил грань. Понятно, наверное, что в те эпохи невозможно было искоренить долговое рабство и рабство как таковое. Но Бог хотя бы грань этому ставит. Но жадность этих людей оказывается столь сильна, что даже отдав что-то Богу, они об этом жалеют. Если могут, пытаются вернуть. Хорошо, тогда вот свобода. Это совершенно потрясающая, на самом деле, симметрия. Либо ты в твоей жизни, в том обществе, в котором ты живешь, ты ценишь и насаждаешь свободу и даешь ее. Либо Бог свободен от обязательств перед тобой. Современное общество предпочитает, конечно, таких вещей не помнить и не думать об этом. В целом глава завершается грозными пророчествами о том, что это все для Иерусалима кончится плохо. Ну и, собственно, эти пророчества и реализуются. Спасибо. Продолжение следует...